Девушки отдыхают 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 Понимаешь? Ну, мы на худой конец могли бы постелить ей на полу. Угу. Послушай, она не маленькая. У нее, в конце концов, подруги по институту есть. У кого-нибудь, да и притнется. А если нет? Лень, ну она моя сестра. Я не могу так. Лень. Ну, если ничего не найдет, все равно тебе позвонит. Тогда и будем что-то думать. На улице не останется. Угу. Не останется. Девушка, а мой портрет не нарисуете? Жанка! Вау! Ты как здесь вообще? Ты откуда? Ну, здравствуй. А я думала, ее не узнаешь. Ну, привет. 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 Ты, ты классно выглядишь. Лет пять тебя не видела, да, уже? Да? Да это тоже в форме. Все рисуешь? Да нет, это я так, для практики руку набиваю. Как институт? Закончила? Закончила. С красным дипломом. А ты-то что рассказывай? Слушай, а может быть, поедем? Поедим где-нибудь, а? Поболтаем заодно. Да вообще, с удовольствием. Да? Давай, помочь тебе? Да нет. Слушай, профессор тебя вспоминал. Зря ты ушла с первого курса. Говорит, что у тебя талант был. Нет. Так ты в итоге что-нибудь окончила? И искусство — это не мое. Хорошо, что я это вовремя поняла, и я закончила экономический. Тоже с отличием, кстати. С отличием? Да. А как ты меня нашла вообще? А, девчонки в общаге подсказали. Девчонки. Ага. Ну что я все о себе да себе. Как у тебя работа? Замуж вышла? Да, я замужем уже три года. Его зовут Виталиком. Так. Золотой человек. Золотой в смысле характер или там велик? Да пока нет. Золотой в смысле ювелир. Он очень хороший ювелир. У нас с ним мастерская. Я директор там. У нас, в общем-то, в штате больше человек никаких нет. Он занимается и с дракметаллами, и камнями. Я, в общем-то, бумажный волокит. И чего? Как успехи? Слушай, ты знаешь, ничего. Но у нас фирма необычная. Мы делаем эксклюзивные украшения. Ручная работа. Ну, штучный товар. Знаешь, вот есть клиенты, которые хотят, чтобы такая фентифлюшка была только у тебя. Ну, много заказчиков? Ну, хватает. Слушай, я, в общем-то, приехала сюда из-за тебя. Из-за меня? Мы с Виталиком подумали, что нам в фирму не хватает хорошего дизайна. Ну, знаешь, чтобы украшение появилось, его же нужно сначала придумать, представить себе. Представить, как это будет выглядеть. Разработать эскиз, прорисовать детали. Так, а Виталик? Виталик, он рукастый, он блоху подкует, но в плане фантазии он, конечно, здесь не очень. Здесь нужен другой человек. Вот как бы с художественным взглядом, с нестандартным мышлением, с выдумкой. Такой, как ты. Ты меня не переоцениваешь? Слушай, ну я же тебя знаю. И потом, я уже Витальку сказала, что я лучше человека не найду. То есть, ты мне сейчас работу предлагаешь? А чего тебе здесь терять? У нас город в пять раз больше. Перспективы и потом. Зарплаты не обидим. Не знаю, даже не думала как-то об этом. Да вообще, что думать? Надо соглашаться. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. 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 Проходите. Знакомьтесь, это Виталик, это Маша. Очень приятно. Да, очень приятно. У меня уже все готово. Ух ты. Мойте руки. Жанна права. Дизайнер нам нужен, как воздух. Я ремесленник, выдумывать не умею. Дай мне эскиз, сделаю все в лучшем виде. Я, правда, никогда не работала с драгоценностями. Не знаю, получится ли. Да справишься, я в тебе уверена. И потом, тебе не нужно будет работать с драгоценностями. Ты будешь работать с карандашом и бумагой, как ты привыкла. Остальное дело за Виталиком. Ну, дай Бог, получится. Главное, что это интересно. Ну, так отлично. Ну, тогда оформляй ее с завтрашнего дня на работу. А то у меня пару заказов висит, никак не могу до ума довести. Нужен свежий взгляд. Спасибо, но мне просто тогда нужна будет помощь с жильем. Я же здесь никого не знаю. Послушай, останешься у нас, у нас места много вон. Наверху. Одну спальню тебе освободим. Ну, как-то не очень удобно. Ну, нет, я, конечно, не отказываюсь, но это только на первое время. Я потом денежку заработаю и сниму что-нибудь свое. Слушай, оставайся сколько хочешь, мы тебя не гоним. Правда, Виталь? Да, конечно. Еще вина принесу. Ага. Хороший у тебя муж. Внимательный, хозяйственный. Да, я его люблю. И он меня тоже. И вообще у нас все замечательно. Вот, офис у меня небольшой. Слушай, он, кстати, недалеко. Может пешком пройдемся? Вот, давай, конечно. Вот, у меня там кабинет, а рядом комната отдыха. В ней и будешь работать. Хорошо. А Виталик где работает? А Виталик дома. Он одну из комнат переоборудовал под мастерскую и так работает. Ему там комфортнее. Ну, хорошо. Да. Да, можем сделать. По срокам пока сказать не могу. Ну, если не сложно, зайдите к нам в офис. Там моя жена, она вам все объяснит. Да, до свидания. Жан, Жан, сейчас Демин звонил. Какой-какой? Тот самый директор комбината. В общем, у его жены юбилей, он хочет подарить ей что-нибудь особенное. Сейчас к тебе заедет, все объяснит. Ты уж повнимательней с ним, да? А то, может быть, очень выгодный заказ. Давай. Давай. Заходи. Ну, вот, собственно, мой кабинет. Тут вот мы с Виталькой. Это наши, ну, самые удачные изделия. Вот. Ну, собственно, я здесь документами занимаюсь, а там комната отдыха. Угу. И мне кажется, что если здесь разобрать, то можно организовать рабочее место твое. Здесь? Да. Как тебе? Вообще, меня и так все устраивает. Все очень здорово. Привет, милый. Ник, нам нужно быть осторожнее. К Жене подруга приехала, у нас живет. Ты что, соскакиваешь? Да не соскакиваю. Я просто предупреждаю. Жанна и так уже что-то подозревает. Пока. На. Давай. Добрый день. Очень рада, что вы пришли. Присаживайтесь. Муж предупредил, что вы придете. Я тогда, может, пойду. Нет, ты останься. Ты тоже нужна. Ну, какие у вас будут пожелания? Нужен такой подарок, чтобы у моей жены дух захватило. Ну, естественно. Это не дешевка, не шарпотреб, а работа по высшему разряду. Да, на этом мы специализируемся. А поконкретнее – кольцо, серьги, браслет? Это тоже. Пусть будет комплект, но главное… Главное – корона. Хочу подарить свои любимые короны. Ну, естественно. С ламазами. Вот хочу, чтобы она себя почувствовала настоящей королевой. Ага. Интересно. Ну, мы с таким, правда, еще не сталкивались? Возьмете? Ну, конечно, конечно, возьмемся. Но вы поймите, это удовольствие все-таки не из дешевых. Сколько? Давайте мы подготовим эскизы, а потом посчитаем стоимость. Считайте. Считайте. Мне для моей любимой ничего не жалко. Так что в средствах можете себя не ограничивать. Ну, естественно, работа должна быть качественная. Качественная. Ну, так это конечно. На нас еще никто не жаловался. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Корона. Чего это? Настоящая корона? Ну, вот такие у нас клиенты. И первое испытание для тебя. Ну что, справишься? Я попробую. Остальная музыка. ВОСТОРЖЕННАЯ МУЗЫКА ВОСТОРЖЕННАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну ты даешь, подруга. Я тебе звонила, у тебя телефон отключен. Думала, загуляла. А что, утро уже, да? Ну да. Телефон разрядился. Вообще, это все очень интересно. Я тут накидала, ну я накидала вариантов двадцать. Вот мне нравятся больше всего вот эти три. Тебе как вообще? Слушай, супер. Все шикарные. Я же говорила, ты талантища. Да не, опыта еще пока нет. Опыта нет, зато чуть ее есть. Слушай, я прям все три покажу Деме, ну пусть сам выбирает. А ты давай-ка, дуй домой, спать. Смотри, глаза какие красные. Да не, я не устала, я еще тут приезжаю. Да, не устала. На. Ключи. Там Виталик работает в мастерской. Зайдешь сама, чтоб ему не мешать. Иди, иди. Ладно. Рядом. Привет. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорил же. Останавливайся вон там за углом. Тут соседи глазеют. Здравствуй, милый. Ты что, не рад меня видеть? Рад, конечно. Но об осторожности тоже не стоит забывать, да? Слишком уж ты боишься свою Жанночку. Не боюсь, но она не дура. Рано или поздно нас раскусит. Рано или поздно тебе придется выбрать. Либо я, либо она. Ты же не собираешься вот так вот встречаться со мной за ее спиной? Да, нет, конечно. Просто я подумал не сейчас, попозже. Хотел подготовиться. Слушай, имей в виду, у меня ситуация гораздо хуже твоей. Когда Борис узнал о нашем с тобой романе, он сразу же собрал вещи и ушел. Да, 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 я знаю. Ты думаешь, мне легко было сломать всю свою прежнюю жизнь? У меня уже все устаканилось, устоялось. Но я на это пошла ради тебя, потому что я тебя люблю. Слушай, я тебя тоже. Поехали отсюда. Поехали. Вот это. Да, я тоже считаю, что это лучший вариант. Ну, да. Эффектно смотрится и оригинально. Да. Яночка оценит. Согласна. Ну что, Алексей Владимирович, составляем договор? Составляйте. Рассчитывайте стоимость. И что без ограничений. И выставляйте счет. Завтра деньги будут у вас. А что по срокам? Ну, по времени у вас. Все про все месяц. Ну, уложимся. Виталик все быстро сделает. Нет, нет, нет. Тут дело не в скорости, а в качестве. Имейте в виду, я человек придирчивый. Глаз у меня наметанный. Ну, качество — наш основной принцип. Ну, вы-то договорились. Всего хорошего. А да, жду договор. Да, обязательно. Сегодня же пришлю. До свидания. Вот, проходи. Так, а сейчас аккуратненько. Сюда проходи. Вот сюда. Так, смотри. Вот такая у меня комната. Ух ты, картинки. У меня у бабушки такой же комод был. Правда? Да. Ну, мебель, конечно, старовато, но я же и беру немного. Да нет, я не к этому. Ну, я смотрю, ты девушка аккуратная, порядочная. Ты знаешь, я бы тебе с удовольствием сдала. Да и мне все нравится. А вот только можно еще ванну и кухню. Конечно, конечно. Пойдем со мной. Посмотрю, да? Я тебе все покажу. Ванну и кухню. Хорошо. Да ты что? Поздравляй, где? Я сейчас приеду. Ну, конечно, интересно. Маша? Угу. Представляешь, она сняла квартиру. Говорит, не хочет нас стеснять. Ну, может, ей в самом деле неудобно? Сейчас езжу к ней, посмотрю ее хоромы. Потом в офис заскочим. Там нужно что-то подправить в эскизе, Демин просил. А еще пока поработай немного. Хочу сегодня ожерелье закончить для Клюевой. Угу. А заказ Демина? Как только утвердит эскиз, сразу и начну. Не переживай, в сроки уложимся. Демин подписал договор. Деньги на счет должны прийти сегодня. Очень хорошо. Это все, что ты мне хочешь сказать? Ну, а что еще? Дела идут замечательно, раз такие хорошие заказчики появляются. Я не о делах. Ты в последнее время сильно изменился. Я тебя не узнаю. Я не понимаю, о чем ты. Мы как-то отдалились друг от друга. Как будто чужие говорим только о делах. Так. А, по-моему, ты сама себе что-то внушила. Вижу, ты не хочешь меня понять. Ладно, до вечера. Ты надолго? Не знаю. Ты надолго? Ты надолго? Я не знаю. Ты надолго? Я не могу Elise. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, у меня аж давно не было своего жилья. Ну, это как бы тоже не свое съемное. Я здесь сама по себе. Я королем этого пространства. Ну, да. Да что с тобой такое? Ты какая-то рассеянная. У тебя все в порядке? Нет, все в норме. Настроение дурацкое. Жанн, ну? Это из-за Виталика. Че с Виталиком? Ну, вот ты говоришь, он замечательный. Ну, да. Да, наверное. Только у нас с ним что-то изменилось. Мы перестали находить общий язык. Он замкнулся в себе, мы практически не бываем вместе. Так, может, это нормально? Он же все время работает. Да и ты тоже. Но любимого человека всегда найдется время. А он как-то отдалился от меня. Уходит часто. Один. Говорит, у него дела. Так, может, правда? Дела? Да какие у него дела? Не знаю. Думается, мне здесь что-то другое. Слушай, Маш, а давай рванем в ресторан. В ресторан? Гульнем. Да, конечно. За новоселье. Конечно. Я всеми руками за. Так, сейчас, тогда это в холодильник. Ну что, получилось? Да, она как раз ушла. Куда едем? Ко мне в офис, быстро. Ну вот что теперь делать? Я не могу жить в таком напряге. А ты пробовала с ним разговаривать? Ну, просто так, напрямую. Откровенно. А он не идет на откровение. Увиливает. Значит, есть что скрывать. Не знаю, с виду вы выглядите вполне себе счастливой семьей. Это только с виду. Ладно. Давай выпьем за тебя. И за твою квартиру. Ну, не совсем мою. Нас тут не застукают? Кто? Это мой офис. Да и Жанна сейчас к подруге уехала. Ого, сколько здесь финтифлюшек. Как будто в ювелирном магазине. Это заказы, которые клиенты еще не забрали. Финтифлюшек. Эти финтифлюшки, знаешь, каких бабок стоят? Такое ощущение, что мы грабим банк. Примерно так оно и есть. Так, все. Теперь поехали отсюда. Быстро. Останавливайся. Останови. А кто это? Это она? Твоя дрожайшая? Может, не стоит брать трубку? Останови и заглуши мотор. Пожалуйста. Да, Жанночка. А мы вот с Машей только что вышли из ресторана. Ну и как посидели? Красота. Слушай, тут такая ситуация. Мне же сейчас за руль нельзя. Да? Я, конечно, могу выйти в такси, но тут Машка живет недалеко. Может быть, я у нее останусь? Ты что думаешь? Даже не знаю. Ну, а тебе-то как хочется. Ну, а ты ей что посоветуй? Даже не знаю. Может, стоит уважить по-другому. А ты работаешь? Да, думал начать деминский заказ. Трудоголем. Ну, что? Смотри, не переусердствуй. Так что тебя ждать? Да ладно, я составлю Машке компанию. До завтра. До завтра. Целую. Взаимно. Жанн, дай идем. Ну, перестань. Звезды сегодня снова за нас. Моей до утра не будет дома. У нас фора. У нас фора по времени. И немаленькая фора. Виталик, доброе утро. Я уже дома. Виталик. Абонент находится поза зоной досяжности. Зателефонуйте, будь ласка, пізнише. Абонент находится поза зоной досяжности. Да, Жанночка, ну че, добралась? Маш, он ушел. Кто? Виталик. Он ушел. Или вчера, или ночью. Я че, не предупредил даже? Нет, он еще и все материалы из мастерской забрал. А раньше такого не бывало? Нет, он всегда предупреждал, если куда-то уходил или уезжал. Может быть, он в офисе? Ты ему звонила вообще? Звонил, не отвечает. Телефон отключен, Маш. Как-то мне неспокойно. У меня плохие предчувствия. Так, подожди, успокойся. Ничего не предпринимай. Я сейчас буду. Ладно, потом домой. Здрасте. Здрасте. Жанночка, ну что? Жанночка, ну что? Жанночка, ну что? Что-то плохо с тобой жилось. Это у него, спроси. Я уверена, что он сбежал с любовницы. Да подожди ты раньше времени себя накручивать. Я очень надеюсь, что это не так. И что у всего этого есть какое-то другое объяснение. Ну, конечно. Даже не верится, что ты решился. Так достало все. Так достало все. Жанна всю фирму к рукам прибрала и распоряжалась деньгами, как хотела. Надо было ее раньше бросить. Не понимаю, чего ты ждал. Да и сам не знаю. А теперь как на свободу вырвался. Главное теперь не попасться, потому что нас этой свободы запросто могут лишить. Дело подсудное. Доброе утро. Доброе. Что, на работу уже? Да. Валера. Ау. А скажите, вы вчера или сегодня Виталика моего не видели? Видел. Ну, это вчера было. Ближе к вечеру. Он сюда с барышней приезжал. Какой барышней? Ну, я не знаю. Я раньше ее тут не видел. Ну, высокая, симпатичная. Такая, с прической такой. Да. Он ее то ли Викой. Ника ее называл. Куда они пошли? В офис? Да, в офис. Он еще с таким портфелем. Зашли. Минут десять побыли. Вышли, сели в машину и уехали. Вот и все. А что случилось-то? Все хорошо у нас. А, ну? Я, кажется, ее узнала. Это его любовница. Это наша бывшая клиентка. Она полгода назад у нас браслет заказывала. То есть, они тогда познакомились? Ой, я не знаю. Может быть, еще раньше. Похоже, он меня всегда обманывал. А телефон ее сохранился? Должен. Я же всех клиентов в контакты записываю. Вот. Вероника Щербакова. Звони. Трубку не бери. Да. Сообразительная у меня женушка. Вычислила тебя. Похоже, они все заранее продумали. Развели меня как идиотку. Какая же я дура. Не отвечает? Нет. Пойдем. Сволочь. Подонок. Он все забрал. Заказы, деньги. А вы что, деньги тоже в сейфе держали? Да. Немного. На всякий случай. Основное, конечно, было на счетах. На счетах тоже пусто. Так. Звони быстро в полицию. Жанна! Ой, боюсь я. Номер моей машины первым же делом разошлют по всем постам. Стоп. Машину в первом же городе сменим. Она пока чухнется. Да и вообще, с такими бабками можно запросто жизнь с нуля начать. Документы новые сделаем, жилье купим, а там еще ветра в поле. Так, говорите, муж? Да. Сама не ожидала от него такой подлости. Бывает. Пальчиком мы все-таки снимем такого в порядок. Вдруг случайный грабитель. Нет, исключено. На счетах тоже были деньги, а они пропали. Снять мог только он. Сегодня же объявим розыск. Мне нужны его данные, приметы и, кстати, данные его любовницы. Вот она. Про нее я мало что знаю. Извините. Да, Алексей Владимирович. Здрасте, Жанна Романова. Хотел поговорить насчет моего заказа. Вы уже начали работу? Да. То есть нет. Скоро начнем. Не затягивайте. Не затягивайте. Время не терпит. И еще. Хотел кое-что уточнить относительно дизайна. Минуточку. Я дам телефон художнику. Можешь поговорить? Я не знаю. Пожалуйста. Да, я слушаю. Я могу это забрать? А, да, конечно. Деньги со всех своих карт он снял, чтобы не светиться. Ориентировки мы разослали, но пока тишина. У него на руках большая сумма. С ней затеряться не вопрос. Но, а это его любовница? Вероника Щербакова тоже скрылась. Ее бывший гражданский муж ничего не знает. Говорит, они уже больше месяца вместе не живут. Расстаялись из-за ее измены. Угу. Ему повезло. Он все раньше узнал. А я только сейчас. На квартире гражданка Щербакова не появлялась со вчерашнего дня. Квартира, кстати, не ее. Подруга пустила пожить, пока сама в отъезде. Ну, а работу? Она ее тоже бросила? Она уже год нигде не работала. Сожитель кормил. Понятно. Потом она его применял на Виталика. Он же богатый. Ну, с такими деньгами он для нее находка. Слушайте, ну и что? Никаких сведений? Куда они могли податься? Пока никаких. Если что-то узнаем, мы вам сообщим. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Ну, что? Ничего. Как сквозь землю провалились. А что клиенты? Ты говорила, что у нас там три каких-то недоделанных заказа. Это не считая Деменского. Все текущие, все изготовленные заказы эта парочка прихватила с собой. Ничего не забыли, твари. А клиенты звонят, интересуются. Что отвечаешь им? Отвечаю, что сейчас ничего нельзя сделать. У нас даже ювелира нет. Ну, а было бы что толку? Ни гроша. Даже материалы закупить не на что. Фирма почти разорена. Я тоже. Маш, ты извини, но мне даже тебе заплатить нечего. Да, Господи, я как-нибудь там... Единственное, что с квартирой надо договориться. А нельзя клиентам объяснить, что нас обворовали. В конце концов, вот, уголовное же дело есть. Что и мои объяснения. И расплачивают за собственную глупость. Вообще не знаю, как дальше жить, что делать. Погоди, отчаиваться. Давай я съезжу к сестре. Может быть, они там дадут взаймы. И спрошу у знакомых. Подожди, у тебя тоже наверняка есть какие-то друзья, подружки? Ну, есть-то они есть. Ну, так позвони им. Ну, попроси, мы хотя бы с клиентами рассчитаемся. Ладно, я попробую. А ты напечатай, пожалуйста, объявление о продаже машины. Хорошо. Алло, Юль, привет. Слушай, не в службу, а в дружбу. Вот такая ситуация. Одолжишь денег? Да, я поняла. Ага, спасибо. Ну, вы же понимаете, что мне больше не к кому обратиться. Нин, ну, к кому? Девчонки, с которыми я училась, они сами у родителей на шее сидят и еще не успели найти работу. Ну, мы тут поднакопили, конечно. Так уже поднакопили. Слезы. К тому же, квартира давно ремонт отребует. И я как раз собирался заняться. Лень, ну, ремонт же можно отложить. Я, я ведь не просто так беру. Я беру в долг. Я верну. Можно будет продолжить ремонт. Не, ну, не чужие же люди. Лень, мы поможем? А сами без штанов останемся. Так? И вообще, кому помогать? Какой-то растяпи, от которой муж сбежал? Леня, ну, не заводись. Ты же не знаешь. А я знаю, что у меня семья. И мне ее кормить надо. И вообще, это твоя Жанна. Кто она мне такая? Кто? Чтоб ей последние гроши отдавать. Ну, да. Ну, да. Ваша правда. Зря, получается, только приехала. Маша. Счастливой оставаться. Не провожайте. Маша, подожди. Маша. Мне все известно. Муж твой сбежал? Предприятие обанкротилось, так? Откуда вы знаете? Не имеет значения. У нас с вами есть договор, по которому, как я понимаю, вы свои обязательства выполнить не можете. Ну, в данный момент, к сожалению… Так что мне нужны мои деньги. Они пропали. Не по моей вине. Полиция ведет расследование. У меня нет времени ждать, когда оно закончится. Меньше, чем через месяц у Яночки день рождения. И она получит свой подарок. Но мне нужны мои деньги. Понятно? Предлагаю. Давайте решим все полюбовно. Люди, которые меня кидали, потом об этом сильно жалели. Я верну деньги, но не сейчас. У меня просто их нет. Меня это не интересует. Ищите, где хотите. Ну, осторожней, там посуда. Не боись, хозяйка. Все сделаем, как надо. Жан, может, может, как-то можно иначе. Ну, как иначе? Денег мне мизер одолжили. Оказалось, что настоящих друзей у меня нет, кроме тебя. Все знают мою ситуацию, боятся, что я долг не верну. Так у меня то же самое получается. Ну, вот что мне остается. Продаю квартиру, машину. Демин, он не отстанет. Он же из этих, из криминальных. С такими лучше не связываться. Давай, 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 давай. А жить-то где будешь? В офисе. Там аренда. Вперед проплачено. Не выгоняют. Пока. Давай лучше у меня. Ну, правда, ну, так же удобнее. Так, давай чуть ближе. Сначала я тебя приютила, теперь ты меня. Спасибо, Маш. Пойдем, они там разобьют чего-нибудь. Вот ваши деньги. Ну, как я понимаю, это не все. Послушайте, войдите в мое положение. Я уже все продала. Квартиру, машину, мебель. И в конце концов, я не только вам должна, но и другим людям. Да мне плевать на других. Сутки. Сутки, чтобы погасить долг. Но у меня больше нет. Да. Ну, так делайте, что хотите. Почку вон, возьмите, продайте. Короче, не вернете срок. Будем разговаривать по-другому. Ну, ты хоть когда-нибудь в руках метлу держала? Веник держала. Давайте я попробую. Ну, на, попробуй. Пожалуйста, сейчас. Секунду. Фух. Так, понятно. Я понял, понял. Да, хорошо. Да. А полы мыть умеешь? Я дома мыла полы, конечно. Прекрасно. Тогда я могу тебя снарядить, драйвить подъезды, а с метлой тебе еще тяжеловато будет управляться. А зарплата? А зарплата, только одно слово. На миллионы не рассчитывай. Может, есть какая-то другая работа? Просто мне, на самом деле, деньги нужны очень. Тогда это не к нам. Хорошо. Спасибо вам. Я подумаю. Подумай. Если что, приходи. Да, да, конечно. Спасибо вам. Алло, привет. Да, слушаю, Маша. Слушай, да, я пытаюсь устроиться на работу. На восьми сайтах разместила резюме, а пока только уборщица и посудомойкой предлагают. Маша, не выдумывай. С твоим талантом швабры орудовать. Талант? Что-то он у меня больно специфический. Не могу найти ему применения. Маша, у тебя золотые руки. Тебе не тряпками махать? Да нет, я согласна и на тряпки. Просто там зарплаты копеечные нет смысла вообще начинать. Нам с тобой это капля в море. Ну вот и не расстраивайся. Ты сейчас куда? Домой? Да. Я скоро приеду. Обсудим. Так, браток. Делай, что хочешь, а бабло она должна вернуть. Все до копейки. А есть ли у нее эти деньги? Я проверял, квартиру она действительно продала. Прибедняется. Наверняка что-то спрятала в кубышку на черный день. Жадничает. Прижать ее можно. Ну так давай, давай, думай и побыстрее. Или может тебе научить нужно? Побыстрее можем припугнуть. Слышишь, ты пугольщик. Только давай это, без уголовщины, понял? Обижаете. Все будет чисто. Я продумаю тактику. Давай, давай, иди тактик. Только не забудь еще это, стратегию продумать. Чего ты расселся? Давай, иди. Ты знаешь, я ждать не люблю. Ну, деятель. Я понял. Понял. Хорошо. Где, говоришь, их видели? В Алексеевке. Километров триста отсюда. В Алексеевке. Алексеевке. Да, не очень далеко ему удалось за это время уехать. Места там глухие, спрятаться несложно. А то обнаружил? Охранник на заправке по фото опознал. Ну, пока суетился, в полицию звонил. Они уже искрылись. Ничего. Зато теперь след есть. Будем надеяться, что тамошние коллеги проявят расторопность. Обещали держать в курсе. Если что, сразу сообщай. Слушаюсь. Свободен. Эй! Что? Подбросить? Если не трудно. Я на Ольховку. Тебе куда? А где это, Ольховка? А ты что, не местный? Нет. Первый раз у вас. А это деревуха такая. Километров сорок отсюда. Мне подходит. Садись. 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 Продолжение следует... Завтра последний срок. Демин сказал, ждать не будет. Может, все-таки удастся как-то с ним поговорить? Ну, он страшный человек. Он никому никогда ничего не прощает. Слушай, а давай я завтра к нему схожу? Я с ним поговорю. Разговоры на него не действуют. А я все-таки попробую. Пробуй. Ничего у тебя не выйдет. Чудной ты какой-то. Откуда в наших краях? Судьба загнала. Это как? Жена мне изменила. Ну, мы и разошлись. Я ей квартиру оставил, а сам уехал. Вот теперь думаю, куда податься. Ну, а в деревне зачем? Сам не бойся, городской будешь. От суеты отдохнуть хочу. Ну, там, с мыслями собраться. Планы на будущее наметить. Ну, а люди только мешают. Тогда, Ольхока, тебе самое то. Местных мало. Приезжать никто не приезжает. Задыхается деревушка. Недолго и осталось. Слушай, а нельзя ли там у кого на недельку, на две остановиться, а? Нет, в себе опустить не могу. У меня семеро по лавкам. Но есть одна бабка, она точно не откажет. Я тебя прямо сейчас к ней и свезу. Она и ночлег приготовит, и еду сготовит. Только у меня денег совсем немного. Да ничего, бабка-то дряхлая. Если поможешь ей по хозяйству управляться, она тебя и за так примет. Маш, а что ты делаешь? Рисуешь? А кто это? Жена Дёмина нашла фотку в интернете. Симпатичная, да? А, это ты её портрет пишешь? Угу. Зачем? Ну, надо же, чтобы мой талант хоть как-то послужил общему делу. Попытаюсь ума слить Дёмина. Ну, это не сработает. Ну, почему же? А вдруг? Он жену любит, он ей целую корону заказал. Угу. Заваливает её побрякушками, а сам с кем-нибудь на стороне крутит. Ну, не все же такие, как... Как твой... Виталик. Все они одинаковые. Тебе нормально, мужик попадался? Ой, Жанна, это у тебя пройдёт. А портрет я дорисую. Делай, что хочешь. Алексей Владимирович, там к вам девушка. Какая девушка? Я никого не приглашал. Говорит, что из ювелирной фирмы. Той, где вы заказ делали. А-а, это, наверное, по поводу долга. Давай приглашай. Угу. Можно? Да. Здравствуйте. Не понял. А где начальство? Хотя, какая разница? Деньги принесли? Давайте. Нет. Не деньги. Можно? Дай сюда. Я подарок принесла. Это вот, подарок для вашей жены. Решили от меня откупиться, да? Смешно. Нет, нет. Ни в коем случае не откупиться. Просто попросите об отсрочке. На месяц. На два. Мы обязательно вернём деньги. Просто у нас сейчас их нет. Нам нужно время. Неплохо нарисовано. Неплохо. Ну, вы же понимаете, что это ничего не меняет. Я хочу свои деньги. И не через месяц. Может быть, хотя бы на недельке три? Две? Договорились. Договорились. Спасибо. Даю вам сутки. И не часу больше. Не смею задерживать. Мне работать надо. До свидания. До свидания. Всего доброго. Да, Жанн, привет. Ага, вышла. Нет, ты знаешь, дала отсрочку. На один день. Да, разница небольшая. Ну, всё, иду домой. Давай, до встречи. Алло, это Мария. Да, это я. Я по объявлению. Вы ещё не нашли работу? Нет, я не нашла. Тогда могу предложить вам один интересный вариант. Посуду мыть уборщицей? Ну, зачем так? Работа достойная, необременительная. И что важно, хорошо оплачиваемая. Извините, но я же указала в объявление, что, простите, интим не предлагать. Я не… Ну, кто вам говорит об интиме? Всё в рамках приличия. Так, а что за работы? Я бы не хотел по телефону. Мы можем где-нибудь встретиться, обсудить подробности? Да, конечно. Записывайте адрес. Добрый день. Я бы хотела взять кредит. Вот как раз хотела узнать условия. Да, я могу быть прямо сейчас. Угу. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте. А в реальности вы даже лучше, чем на фотографии. Вы видели мои фото? Да, в резюме, в интернете. Ага. Я звонил вам по поводу работы. Да, теперь я уже поняла. Вы садитесь. Благодарю. У меня не так много времени. Ближе к делу. Меня зовут Михаил, фамилия Сергеев. Я занимаюсь бизнесом. Пожалуй, это все, что вам необходимо знать на первый раз. Хотелось бы побольше узнать о работе? Я уезжаю в командировку надолго. Жена тоже в отъезде. Мне нужен человек, который присматривал бы за квартирой. И все? Ну, вытирать пыль, поливать цветы, почта из ящика. И заметьте, за все это я еще плачу зарплату. Да. И обычно об этом просят родственников, друзей, знакомых. Ну, родственников у меня нет. Я ищу порядочно ответственную женщину. И кажется, я ее нашел. Но вы же меня совсем не знаете. Вы, если позволите, мы сейчас проедем ко мне на квартиру. А вы по дороге мне расскажете как раз о себе. Согласны? Согласны? Хорошо. Ну и отлично. Тогда вперед. Так. Ну, насколько я понимаю, на счетах вашего предприятия нет ничего. А на ваших личных? Совсем немного. Вот выписка. Ага. Так. Этого мало. Может быть есть какая-то недвижимость, квартира, автомобиль? В настоящий момент нет. Ага. Ну что ж, тогда, боюсь, мы ничем не можем вам помочь. Ну, подождите, моя фирма не ликвидирована. Я заработаю денег и погашу кредит. Может быть и так, но мы исходим из текущей ситуации. Сейчас вы ничем не можете гарантировать вашу платежеспособность. А без этого никак нельзя? Нет. Таковы правила. Извините, но мы вынуждены вам отказать. Ну, если ты приезжая, то с деньгами у тебя напряг. Значит, это твой шанс. Все это странно немного. Я просто впервые слышу, чтобы человеку, который просто присматривает за квартирой, платили такую зарплату. У меня точно не будет никаких других обязанностей? Нет. Но будут условия. Какие? Скажу чуть позже. Ну, вот мы и приехали. Я не бывала раньше в этом районе. Оно и к лучшему. Стал быть, ты здесь никого не знаешь. Иди вон к тому подъезду, поднимайся на третий этаж, я сейчас подойду. А вы? Я сейчас поднимусь. Иди, иди, не бойся. Здравствуй, милая. Здравствуйте. 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 А вот и я. А вот и моя берлога. Сейчас все покажу. Вы со мной не стали подниматься, потому что не хотели, чтобы нас вместе увидели. Догадливая. Да нет, просто у меня жена ревнивеца. Не хочу, чтобы сплетни до нее доходили. Сейчас я все покажу. Проходи. Вот, проходи. Вот здесь ты и будешь жить. Жить? Да. Пока меня не будет, ты должна оставаться здесь. Это тоже мое условие. Проходи. Вот здесь спальня. Кровать большая, удобная. Угу. Вообще все, что надо, в квартире имеется. Кухня тоже. Хотя готовить тебе, наверное, не придется. Не заморачивайся. Потому что обедать и ужин тебе придется в кафе. Тут рядом я потом покажу. Это тоже обязательно? Ну, я заплачу за питание, так что расходов тебе не предвидится. Вот, пожалуйста, кухня. Здесь тоже все, что надо есть. Да просто, если что, я и сама могу. И еще одно условие. Носить ты будешь одежду, которую я тебе куплю. Что? Ты меня извини, но то, что сейчас на тебе, это, мягко говоря, не в тренде. А какая разница? Вы же меня не в фотомодели берете? Слушай дальше. Значит, тебе надо поменять прическу и очки я тебе выдам. А это еще зачем? Если ты не принимаешь все мои условия, тогда мы разбегаемся. Это все? Почти. Ну, гостей, само собой, я не приветствую. И болтай поменьше, потому что такие бабки языкастые разнесут сразу все. Пойдем, покажу тебе ванную. Добрый день. Можно вас отвлечь? Да, чем обязан. Я местный участковый, Кириллов. Вот, пожалуйста. А ваши документики будьте добры. Я вас раньше не видел у нас в деревне. Да, пожалуйста. Когда вы прибыли к нам? На днях. Черных Виталий Борисович. Хм. Интересно. Они вас это по всей стране разыскивают, а? А что я такого сделал? Обчистили свою жену, говорят. Совместную фирму. Вот и фотографии имеются. Не спеши. В участке побеседуем. Ну, что насчет моего предложения? Надумала? Ну, пока нет. Все это немного странно. Ну, ты не очень затягивай. Мне скоро уезжать. Даю тебе день на размышления. Всего день? Не могу, к сожалению, больше. Другую такую работу тебе не найти. Если откажешься, у меня претенденты к учению бегут. Хорошо. А как с вами связаться? Вы оставите номер? Я сам тебя найду. Изменить прическу, очки. Дурь какая-то. А все остальное не дурь? Кафе, одежда, да и вообще, что это за работа? Сидеть в хорошенькой квартирке и пыль с полок вытирать? Ну, не знаю. Многие бы за такое сами денег заплатили. Как думаешь, что вообще за всем этим кроется? Не знаю, Маша. Загадка. Как он тебе представился? Михаил Сергеев. Ну, возможно, имя не настоящее? Вдруг он какой-нибудь втяжист-извращенец? Маша, держись от него подальше. Нет, ну подожди. Это же все-таки шанс. Заработать денег. Ну, да. И все-таки я не понимаю, за что меня задержали. Я ничего не делал. А что это вас в ольховку занесло? Хотели на дно залечь, пока все затихнет, после того, как вы деньги в фирму украли? Фирма моя. А значит, деньги тоже мои. Ошибаетесь. Предприятие оформлено на вашу супругу. И именно она сейчас одувается перед клиентами, которые благодаря вам остались ни с чем. Я не знал, что так получится. Да вы что? Вот уж не поверю, что вам в голову не пришла такая элементарная мысль. Да. Жанна Романовна, это следователь. Не могли бы вы к нам подойти? Да вот, нашелся ваш пропавший муж. Виталик, идем. Вот, сидит передо мной. Провожу допрос. Послушайте, а можно я буду присутствовать? Это очень важно. Да, конечно. Жду. Я сейчас, я быстро. Виталик объявился? Да, представляешь, поймали наконец. Может, удастся вернуть деньги, не успел же он все потратить. Рассчитаемся с Деминым. А ты куда сейчас? В полицию. А, хорошо. И с того дня вы ее больше не видели? Нет. Как сгинула и телефон отключила. О, а вот и Жанна Романовна. Присаживайтесь. Набегался. Меня из-за тебя чуть со свету не сжили. Жанна Романовна, тут вот какая заковыка. А ну-ка, Черных, повторите вкратце все, что вы мне сейчас рассказывали. У меня нет денег. Как нет? Куда же они делись? Вероника меня кинула. Мы с ней остановились в отеле далеко отсюда. Вечером за ужином она мне что-то подсыпала в вино и отключился. Спал до утра. А когда проснулся, ни ее, ни денег. То есть, она с тобой поступила так же, как ты со мной? Как видишь. Ну и по делам тебе. Кстати, знаешь, я подала на развод. Но я думаю, для тебя это не новость. Ну что? Ты его видела? Что он сказал? Все, забрала его любовница. У него ничего нет. В смысле? Да он врет. Да ладно, да они все врут. По-любому сговорились. Не похоже. Его задержали в глухой деревухе без гроша в кармане. Этот идиот влюбился в эту Веронику, крышу снесло, а она его кинула. То есть, проблему с долгами мы не решили? А полиция говорит, что поймать ее будет сложно. Она умная и хитрая. И у нее деньги. Ну ничего, ничего. Ничего. Ты не падай духом. Я нашла другое агентство по найму. Как раз сейчас туда собираюсь. Давай. Давай. Ты что делаешь-то? Девушка, вам что, жить надоело? Что вы под колеса прыгаете? Это я лезу? Вообще-то здесь двор. Так я по правилам еду. А вы идете, Ворон считаете. Что я там считаю? Не ваше дело. А что вы на меня орете? Да-да-да, вы вообще первые начали. По дорогам ездить надо. Еще нахамили меня. Да чего вот меня надо? Девушка, простите меня, пожалуйста. Я не хотел вас напугать. Это вышло случайно. Хорошо. Постойте. Меня зовут Игорь. А как вас зовут? Вы меня чуть не сбили, а теперь подкатываете. Девушка, ну, простите меня. Я, честное слово, не хотел вас пугать. А еще больше кричать на вас. Я как-нибудь без ваших объяснений обойдусь. Просто держитесь со своим дардулетом от меня подальше. Хорошо? Здравствуйте. Можно войти? Здрасьте. А вы к кому? К вам? Моя фамилия Комлев. Адвокат. Я к вам по поручению Алексея Владимировича Дёмина. Присаживайтесь. У меня к вам серьезный разговор, Жанна Романовна. Серьезный разговор. Как вы вообще меня нашли? Даже не моя квартира. У Алексея Владимировича очень много источников информации. И вряд ли есть какие-нибудь секреты, которые можно от него скрыть. Я не думаю, что его интересуют мои секреты. А вот тут вы ошибаетесь. Ваши секреты его интересуют очень и очень. И вы знаете почему? Позволю себе напомнить, что сегодня крайний срок, когда вы должны вернуть оставшуюся сумму денег. Я помню. Я очень надеюсь, что вы поступите благоразумно. Я уже говорила, что все, что у меня было, я отдала. Остальное отдам по возможности. Ну, это не ответ. Другого не будет. А может, не нужно играть с огнем? Вы же понимаете, с каким человеком вы связались? Вы мне что, угрожаете? Что вы? Что вы? Бог с вами. Я вас просто предупреждаю. Передайте Алексею Владимировичу, что я его не боюсь. Вот это зря. С людьми, которые хотели кинуть моего клиента, происходили очень странные вещи, причем совершенно случайно. Вы не выполнили условия договора, а теперь отказываетесь возвращать деньги. Он знает, почему так вышло. Это ваши проблемы. Он просто хочет получить свое и имеет на это полное право. Пока. Вас просят по-хорошему. Но если вы и дальше будете упрямиться, то нам придется перевести диалог, как бы так сказать, в другую плоскость. Подумайте. Очень хорошо подумайте. Да, Жанна. Ты куда пропала? Иду из агентства по найму. Опять в пустую сходила. Ничего вообще. Маш, приходи быстрее, я тут с ума схожу. А что случилось? Приходил человек от Темина. Требовал, чтобы я сегодня же погасила оставшийся долг. Угрожал. Что ты сказала? А что? Я их не боюсь, а на самом деле я ужасно боюсь. Маш, я ужасно боюсь. Я очень боюсь. Жанночка, успокойся. Что они могут тебе сделать? Суд на тебя подадут? Да не будут они связываться с судом. Все будет намного проще и быстрее. В смысле? Маш, я тебе рассказывала, как Демин свой капитал заработал. Такие люди ни перед чем не остановятся. Он кого угодно за деньги искалечивает, насилует, убьет. По-моему, ты преувеличиваешь. Нет, нет, нет. У меня теперь только одно средство – бежать. Так, сиди спокойно. Я сейчас буду. Никому дверь не открывай. А что? Как съездил? Ну, нормально. Можно считать, что цель достигнута. Я не понял. Что значит можно считать? Она отдала бабке или не отдала? Пока нет, но вернёт непременно. Чего так думаешь? Ну, я в людях всё-таки разбираюсь. Она, конечно, хорохорилась, отпиралась, но в глазах страх. Слышь ты, психолог хренов. Мне не страх её нужен, чтобы долг вернула. И как можно быстрее. Можете не сомневаться. Она посидит, подумает, поймёт, что ей деваться некуда и приедет с деньгами на блюдечке. Твои бы слова, да ладно, подожду ещё немного. Чего стоишь, иди. Здрасьте. Ты где ходишь? По делам ходила. А что? Только что заходила к тебе. Звонила, стучала, никто не открывает. Так там Жанка должна быть, если она не ушла никуда. Послушай, радость моя, ты когда мне денежку за квартиру принесёшь, а? Людмила Павловна, я понимаю, что я немножечко задерживаю, но я обязательно заплачу, просто у меня сейчас нету. А, прекрасно. А когда будут? Я ищу работу, у меня просто её сейчас тоже нету, но я в активном поиске. Послушай, я ж тебя как человека пустила. Я ж думала, что всё путём будет. А что, что-то не так? Да всё не так. Ты туда ещё свою подружку притащила, хотя об этом уговора не было. Да ей просто жить негде. В конце концов, какая разница, одна там или с подругой. Мы же соблюдаем общий порядок. Платить кто будет? Я буду платить. Когда? Завтра. Смотри, завтра не заплатишь? Выселяйтесь обе. Поняла? Я поняла. Всё. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ой, слава богу, это ты. А ты кого-то другого ждёшь? Да тут опять кто-то звонил, стучал. Я не стала открывать. Это хозяйка приходила. В подъезде с ней пересеклась. И что, ей надо было? Да то же, что и всем. Хочет, чтоб мы ей заплатили. Всем деньги нужны. И Дюмину, и ей. Где их взять-то? Да завтра не заплатим, нас выселят. Есть какой-нибудь чай горячий? А, да, сейчас. Ну, это как раз пустяки. Перебрёмся в офис, расстелим матрас на полу. Представляю картинку, если к нам какой-нибудь клиент запретёт, а мы там на тюфяках, на матрасах. Да уж, всё равно это будет недолго. Офис скоро отберут. За аренду платить нечем. И что, тогда на улицу? Вообще, Дюмин со мной ещё раньше разберётся. Так что… Ты прям так о нём говоришь, не человек, а монстр. Так и есть. Ой, подруга, обложили нас с тобой кругом. Вот я тебе говорю, у нас один вариант. Нужно срываться с места и уезжать, куда глаза глядят. Куда? И на какие шиши? И главное, там тоже нужно искать работу. С нашими талантами мы вообще никому не нужны. Так что, остаётся только один вариант. На панель? Сначала к Сергееву. Ты с ума сошла? Добровольно? В логово к маньяку? Да какой он маньяк? Ну, такой немножечко со странностями. Ну, с кем не бывает. Откуда ты знаешь? Может, он тебя глазами раздевает, а ты не заметишь? А ты не фантазируй. Выбора нет. Ну, и что? Ты будешь ему звонить? Он звонил мне со скрытого номера. Вот. Я знаю, где находится его квартира. Живёт ли он там? Ну, да это единственный шанс как-то его найти. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас, я сейчас. Алло. Да. Ну, что, надумала? Да, я согласна. Ну и хорошо. Помнишь все мои условия? На половину я не готов. Ну да, на все, если не будет каких-то дополнительных условий. Да не будет, не будет. А мы можем встретиться? А ты где? Я сейчас возле вашего дома. А что ты там делаешь? Ну вы же мне не оставили номер телефона. Мне надо было как-то вас найти. Вот я и пришла к дому. И с кем не разговаривала? Нет, я ни с кем не разговаривала. Вы же запретили. Ну и молодец. Главное, держи язык за зубами. Так куда мне подойти? Ну раз ты там, я сейчас подъеду. Жди меня на этаже. Я здесь рядом. Угу, хорошо. О, проходи. Вот. Ключи. Теперь это твои. Смотри, не теряй. А это все, что я тебе купил. Одежда, обувь. Все, что нужно. То есть вы были уверены, что я соглашусь? Абсолютно. От таких предложений не отказываются. А если б я не согласилась? Ну, значит, глупо бы поступила. Ну, ты помнишь все мои условия? Да. Кафе, очки и не болтать. Умница. Сватываешь на лету. Я чувствую, в тебе не разочаруюсь. Только у меня тоже будет одно условие. Интересно. Какое же? Я хочу получить часть зарплаты сейчас авансом. Мне очень надо. А ты хваткая. Сразу быка за рога. Если вы не согласитесь, то я уйду. Ну, погоди, погоди. Не горячись. Я, в общем, так и предполагал. Не в моих правилах платить вперед. Но можно сделать исключение. Этого хватит? Да. Спасибо. Ну, и прекрасно. Значит, я выполнил твои условия. А теперь ты мои. Надо примерить одежду. Так, может, потом? Ну, а если не подойдет? Нужно в магазин ехать, менять. Что, прям здесь? Да нет, почему? Ну, иди в спальню. Я здесь тебя подожду. Иди-иди, не бойся. Иди-иди, не бойся. Иди-иди, не бойся. Иди-иди, не бойся. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, наконец-то. Почему так долго-то? Ну, я не могу же так на раз-два. Я же не в казарме. Подойди-ка, подойди-ка. Подойди сюда к свету. Да, все очень точно. Да, просто блеск. Сумочку только надо поменять. Угу. Хорошо. Ну, вы довольны, да? Ну, конечно. Тебе само это нравится? Я не привыкла. Я обычно поскромнее ношу. Да нет, тебе действительно очень идет. Вечером еще закину каких-нибудь тряпок на смену. Я теперь всегда вот так должна ходить, да? Ну, дома можешь ходить, в чем хочешь, но на улице только вот в этих обновках. А это железно. Угу. Ну, что же. А теперь пойдем закончим твое преображение. Вы так и не объяснили, к чему все это? А я и не обещал ничего объяснять. Твое дело вникать и выполнять мои инструкции. Просто мне не хотелось бы делать то, за что мне потом будет стыдно. А ты ничего такого и не делаешь. Все в рамках приличия, как я сказал ранее. И законно, если тебя это волнует. Так если все прилично и в рамках закона, зачем вся эта таинственность? Ну, считай, что это моя прихоть. Так, я просто не понимаю, зачем вот это, вот очки. Зачем? Почему? Что же вы такие любопытные-то? Хочется понять, во что я обязываюсь. Ты получаешь деньги ни за что. Этого недостаточно? Достаточно. Ну, вот мы и поставили все точки над «и». А вот и кафе, в котором ты будешь каждый день ужинать и обедать. Запомнила? Хорошо. Да. Да. Пошли. Есть какие-нибудь новости? Жанна Романовна, можно сказать и есть, и нет. Это как? Следствие подделывавшего мужа продолжается. Он, он свое получит сполна. Будьте спокойны. Меня совершенно не волнует его судьба. Я его ненавижу. Меня интересуют деньги. Со слов, простите, вашего мужа, деньги похитила его сообщница. Но ее мы тоже ищем. И я думаю, в скором времени мы ее обязательно найдем. Спасибо. Спасибо. Да. Хорошо. Только справа волосы надо распустить. А по-моему, ей так лучше. Девушка. Деньги вам плачу я. Справа голоса распустите. Да, конечно. Строгий у вас муж, конечно. Он мне не муж. Мы с ним почти не знакомы. А, ну понятно. Маша, я тебя не узнаю. Новая прическа, очки. Время. Помада. Ну да. Вот такие условия контракта. Пришлось преобразиться. Такое ощущение, что этот Сергеев из меня какую-то кинозвезду хочет сделать. Слушай, мне кажется, все это не к добру. У меня плохие предчувствия. К добру, не к добру. Ну вот. Сразу да. Ай, натёрла, что ли. Как? Вот так? Просто взял и отстегнул? Ну да. Видимо, я ему очень сильно нужна. Ты возьми, отдашь Демину. Блин. Машка, ты меня спасаешь? Ты чего? Да господи, я ещё ничего такого не сделала. Что будет дальше? Да всё хорошо будет. Да всё хорошо будет. Ты чего? Да, Михаил. А, уже узнаёшь. Ну, а кто мне ещё может звонить со скрытого номера? А ты чего такая кислая? У тебя новая жизнь начинается. В новую хату переезжаешь. От клоповника своего отдохнёшь. Деньжат заработаешь. Вы уже уехали? Да, я уже за городом. А ты? Перебралась на новое место? Да, я собираюсь уже. Скоро буду там. Ну, ты не тяни. Твоё рабочее время уже началось. Да, хорошо. Вы будете звонить? По мере возможности, но не слишком часто. Просто, если случится какой-то форс-мажор, то как мне с вами связаться? Я тебе сейчас скину адрес электронной почты, так что можешь туда писать. Но это на крайний случай. Хорошо. Я поняла. Так, деньги я буду переводить на карточку, как и договорились. И ничего не бойся. Всё в порядке. Да, хорошо. И вам до свидания. Здравствуйте. Привет. Вот. Возьмите. И скажите своему прихвостню, чтобы больше ко мне не приходил. Опаньки. А тут же не все. Остальные где? Я же уже говорила. У меня сейчас нет. Я верну всё. Позже. Ну, хорошо. Процесс пошёл. И то ладно. Ну, а чего плакалась тогда? Говорила, что нет больше ни копейки. Это правда. Я у подруги одолжила. У какой подруги? У той, что рисует, что ли? У неё. Так займи, у неё. Она последнее отдала. До свидания. До свидания. Пять дней даю. Это крайний срок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА – Боялась тебя не застать. – Да нет, я уже ухожу. Маш, мне чего-то не по себе. Ну, как я здесь без тебя одна, и ты там в чужой квартире. Давай вместе переедем, а? Ну, ты же сказала, что там большая квартира. На двоих места хватит. И за это платить не будем, сэкономим. Ну, ты же знаешь, что там условия, никаких посторонних. Жить я должна там только одна. И что теперь получается? Мне нельзя тебя навещать? Ну, я думаю, что лучше пока встречаться где-то на нейтральной территории. Да откуда этот тип вообще узнает, выполняешь его инструкции или нет? Я не знаю, Жанна, но у меня уже есть ощущение, что за мной следят. Ну, так и до паранойи далеко. Да дело ли в паранойи. Он просто человек серьёзный, и так просто раскидываться большими деньгами он не будет. Что-нибудь придумает, как-нибудь проверит, проследит. И ты всё равно идёшь к нему? Да, потому что у нас это с тобой единственный шанс. Маш, береги себя. Да всё хорошо будет. Всё хорошо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо. Девушка, я прошу прощения. Да. А можно у вас салфеток взять? Да. Спасибо. 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 Отлично. Хорошо. Гад. Спасибо. Жанна, у меня ЧП. Нет, не по телефону. Желательно не в помещении. Да. Давай в парке. Да давай в парке на нашем месте и все. Давай срочно. Миша, не лезь в воду. Миша, не лезь в воду. Маша, привет. Жанна, спасибо, что пришла. Ну, у тебя был такой голос по телефону, как будто тебя окружили маньяки. Это вот хуже. Смотри. Что это? Скрытые камеры в квартире нашла. Серьезно? И где? Да везде. В спальне, в гостиной, в кухне. Везде. А ты уверена, что их там больше нет? Я достаточно хорошо все осмотрела. У меня другой вопрос. Зачем они вообще там были? А ты сама как думаешь? Я пока не знаю, но давай сопоставим факты. Меня поселили в квартиру. Заплатили за это, по сути, ни за что. А потом в этой квартире я обнаружила камеры. Идеи? А вдруг это что-то наподобие реалити-шоу? Ну, знаешь, в богатых есть такие развлечения подглядывать за чужой жизнью. Представь, что видео с этих камер сливалось на какой-то закрытый канал в интернете. И люди платили за это удовольствие. Слушай, может и так. Я в квартире не нашла мужских вещей, только женские. Может, это вещи его жены? Ну, ему так на вид лет шестьдесят, а там вещи молодежные. Но если только у него жена совсем молодая… Ну, может, квартира, где он прячет своих любовниц. А я тогда здесь при чем? Ну, а с этим ты что будешь делать? Да ничего, вот. Жаль, что ты не можешь с ним связаться. Я написала ему. Я написала ему на имейл. А это кто? Скрытый номер. Он? Ну, скорее всего, он со скрытого. Кто мне еще будет звонить? Алло. Ты зачем камеру убрала? А зачем вы ими напичкали всю квартиру? Что это вообще все значит? Погоди, погоди, не заводись. А как я должна реагировать? Куда вы все это выкладывали? Это онлайн какая-то трансляция? Реалити-шоу? Это… Не говори ерунды. Камеру я для себя ставил. Подглядывать? Правильно? Погоди, зачем мне подглядывать? Я же должен тебя как-то контролировать. А то ты, может быть, и в квартире не бываешь. Прическу сменила. Где гарантия? Деньги я плачу немалые. Я выполняю условия, потому что я пообещала. И не надо меня снимать, контролировать. Это бесчестно, это… Хорошо, хорошо. Не злись. Камеры уже в квартире больше нет. Надеюсь на твою совесть. Спасибо за доверие. Рад стараться, как говорится. До свидания. Знаешь что, Машка, брось все это к чертовой матери. Это вообще все непонятно. Что за человек этот Сергеев? Что у него на уме? А с Дюминым мы как будем рассчитываться? Не мы, а я. Мне и выпутываться. Мы подруги или как? Ты работу искала? Искала. И что? Ничего. Они спрашивают, а где вы раньше работали? Ну я и говорю. Они, а, это та фирма, которая прогорела. Они ж подробностей не знают. Они думают, что я, наверное, плохой экономист. Но ты им рассказываешь про кражу? Угу. Зачем? Чтобы надо мной еще смеялись? Ах, это та лохушка, которую, собственно, муж обокрал. Но нет. Буду работать на Сергеева. Ты вот думаешь, что он перестанет за тобой следить? Нет. У меня вообще сейчас такое ощущение, что за мной кто-то следит. Маш, знаешь, что придумала? Я тоже буду за тобой наблюдать. Зачем? Ну вот затем. Знаешь, со стороны виднее, кто тебя пасет. Я буду подходить к подъезду до того, как ты еще вышла. Ты в кафе, и я в кафе. А если тебя заметят? Нет, я осторожна. Я не буду близко к тебе подходить. Ну как? Дурацкая идея какая-то. Да нормальная идея. Завтра же попробую. Здравствуйте. 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 Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. 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 Заметила кого-нибудь? Заметила. Чуть ее тебя не обманул. За тобой следят. Кто? Не телефонный разговор. Приходи ко мне в офис, я буду там. Давай, сейчас, да, буду. Жду. Здрасте. 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 Ой. Ну, давай, не томи. Рассказывай, кто. Быстро ты добралась. Ты знаешь этого субъекта? Ну да, вот в кафе его и видела. Он не только в кафе. Дальше ли стоим? Он что, за мной, за мной по всему городу шатается, что ли? Вот. Он делал вид, что ему до тебя нет дела, а сам явно к тебе приставлен. Ну, Сергеев. Да, я помню, этот парень подходил ко мне там, в кафе какие-то салфетки спрашивал. Блин, мне его голос показался знакомым. Откуда? Ну, вспоминай, ну. Помнишь этого парня, ну, мотоциклист, который на меня наехал во дворе? Ну? Вот. На него похож. А почему тогда я его в кафе не узнала? Он был в шлеме и в этом всем обмунировании, разговаривала я с ним две-три минуты. С этим парнем все понятно. Он не просто в твоем дворе болтался, он давно тебя сечет. А я знаю, что я сейчас сделаю. Что ты собралась делать? Сейчас я напишу Сергееву, это же, это же противозаконно. Сначала камера и теперь еще шпиона за мной приставил. Что? Блин. Я телефон дома оставила. Так, сейчас я, давай я сейчас быстро схожу за ним. Я с тобой. Не-не-не, ты здесь будь, я быстро. Нет уж. Скажите, а вы не видели здесь девушку, блондинку в синем платье? Она в какой-то подъезд зашла, а я не увидел. А, я понял, кто вам нужен. Она вон туда ходит. По ступенькой подняться в офис. Это… Да-да-да-да. Это второй… А ну, стой! Спасибо, да-да. Стой, стой, я тебе говорю, иди сюда. Ты, ты, иди сюда. Ты зачем за мной следишь? Тебя кто подослал? Никто. Я сам. Не ври. Не вру. Просто ты мне очень понравилась. Ну, помнишь, тогда во дворе я был на мотоцикле. Я помню. Ты тогда уже за мной следил, да? Нет. Тогда в первый раз увидел. И что, сразу влюбился, да? Ну, да. Почти. Такое бывает. Откуда ты узнал мой адрес и кафе, в котором я обедаю? Все просто. Ты пошла. Я поехал за тобой. Ты все-таки за мной следил? Э… Ну, да. Получается, что следил. Но я бы себя не простил, если бы упустил тебя. Ишь ты, какой Ромео? Послушайте. Я просто искал подходящего случая, чтоб подойти и познакомиться. Работаешь на Сергеева, да? Я не знаю никакого Сергеева. Я просто хотел познакомиться и все. Хорошо. Как тебя зовут? Игорь Плотников. Значит, слушай сюда. Игорь Плотников. Не смей ко мне больше подходить. Тебе ясно? Ну, я… Еще раз я тебе говорю, ты ко мне подойдешь, я позвоню в полицию. Я же ничего плохого… Все! До свидания, Ромео! Маш, иди домой, я за ним прослежу. Зачем? Если ты человек Сергеева, мы можем напасть на след. Созвонимся. Только осторожнее там. Я заметила, что даже не работает. Я ничего не знаю,ись я уже на стороне. Хухотлана! Играет музыка, сейчас и дольше. Играет музыка, иamo. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Извините, а можно вас на минуточку? Да. Да, Жан. Маш, как ты там? Добралась без приключений? Да, нормально добралась. Слушай, я узнала, где живет этот Игорь. Тут, недалеко, на Первомайской. Слушай, я тоже посмотрела в интернете. Он действительно, видимо, Плотников Игорь. Есть у него и странички в соцсетях, целых три сразу. И что там? Да ничего особенного там. Фотографии с родственниками. А, еще какие-то там ссылки на этот поиск компьютерной техники. А я знаю больше. Откуда? А я поговорила с соседями. Короче, он работает в сотовой компании. А компьютер – это просто его хобби. Ну, ты знаешь, наше время вполне нормальное. Что-то еще? Ну, у него ни жены, ни девушки живет один. Правда, его иногда навещает брат и родители. Но никого похожего на твоего Сергеева. Да, Сергеева тоже, кстати, посмотрела. Но слишком распространенная имя, фамилия. Слушай, на фамилии, скорее всего, фейково. Так что не запаривайся. То есть, получается, что у нас про Сергеева вообще ничего нет? Нигде работает, нигде живет. Слушай, мне почему-то кажется, что этот Игорь не имеет к нему никакого отношения. Слушай, а ты сейчас домой? Домой, но я не спешу. Ты что-то хотела? Да. Можешь поговорить с моими нынешними соседями? Подожди, но вроде бы Сергеев запретил тебе с ними общаться. Но мне-то да, а тебе нет. Это же не является нарушением условий. Интересная мысль. Хорошо, я попробую. Ну, все, давай тогда, на связи. Здрасте. И вам не хворать. Я хочу узнать про одну свою знакомую. Не подскажете? Я тут всех соседей знаю наперечет. Прошу. Итак, кто конкретно вас интересует? Да, Жан. Что она сказала? Хорошо, давай, встретимся. Давай там же, где в прошлый раз, в парке. На том же месте. Да нет, я уже одета. Все, я выхожу. Давай. Так, очки. Телефон. Можно тебя на секунду? Привет. Это ты? Откуда ты взялся? Не могу дома сидеть. Тянет. Ага. Можно тебя на секунду? Привет. Перестал за Машкой вывиваться на меня? Переключился? Ничего не выйдет. Я тоже принципиальная. Да при чем здесь это? Скажи, ты Машина подруга? Да. Что? Ты тоже думаешь, что меня кто-то подослал? На самом деле уже нет. Но она тебе не верит. Хорошо. Объясни мне, пожалуйста, кто такой Сергеев и почему она думает, что он кого-то к ней приставил. Скажи честно, это ее муж? Да она не замужем. Но больше я тебе ничего не могу сказать. Извини, это не мой секрет. Да я бы сам у Маши спросил. Я просто боюсь, что она опять разозлится и не будет со мной разговаривать. Ну, это она может. Она, конечно, вспыльчивая. Особенно она не любит, когда суют нос не в свои дела. Я просто чувствую, что у нее какие-то проблемы. И, по-видимому, серьезные. Без комментариев. Вот. Значит, я в точку попал. А я хочу помочь. Ну, не знаю, как это сделать. Думал, что ты мне расскажешь. Игорек, извини, неуполномочена. Единственное, что я могу сказать, что если ты решил действительно за ней приударить, то сейчас не самый лучший момент. А если, ну, я не знаю, ты с ней поговоришь и скажешь, что на меня можно положиться, я не подведу. Слушай, я тебя совсем не знаю. Как я могу ей тебя рекомендовать? А если я еще раз сам к ней подойду, как ты думаешь, она будет со мной разговаривать? Ну, я не знаю. Я тебе что, сваха? Извини, у меня дело деликатное. Жан! Давай, присядем. Я больше не могу. Привет. 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 Ну, давай, рассказывай, что там? Что узнала? В общем, там есть возле подъезда одна бабулька разговорчивая. Да-да, знаю ее. На скамеечке все время сидела. Да. Так вот, она мне рассказала, что в той квартире, где ты сейчас живешь, жили двое пенсионеров. Они год до полтора назад уехали в деревню, а эту квартиру купил некий бизнесмен. Сергея. Она не знает фамилии. Он сам там никогда не жил, а поселил там девушку, которая очень похожа на тебя. Она вообще первое время думала, что это ты. Потому что у вас одинаковая одежда, одинаковая прическа и рост одинаковый. И лицом. Вы как родные сестры. Так вот оно что. Как ее зовут? Она не знает. Она говорит, что девушка была очень вежливая, здоровалась и все. Но никогда не останавливалась и про себя ничего не рассказывала. Не в хорошую историю я влипла. Ты только сейчас это поняла? Да нет, конечно. Просто до этого никак не могла придумать адекватное объяснение. А теперь придумала. Что, если эта девушка, которая жила до меня в квартире, это любовница Сергеева? Они там встречались. Да нет, Джун? Ну, я тебе это уже говорила. Ну, и где эта любовница? Ну, не убил же он ее. А если убил? Убил и поселил меня, копию этой девушки, чтоб никто ничего не заподозрил. Кто заподозрил? Соседи? Да им вообще все равно, кто там живет. Была и всплыла. Есть другие какие-то версии? Нет. Но в одном ты права. История эта запутанная. Да. И если пока никого не убили, то убить могут. Кого? Меня? Маш, заканчивай ты эти рискованные игры, а? Съезжай оттуда, пока цела. А Демину мы как будем деньги возвращать, Жан? Как-нибудь верну. Как-нибудь не подходит. У тебя своя опасность, у меня своя опасность. Но моя хотя бы какие-то деньги приносит. Если с тобой что-нибудь случится, я себе этого не прощу. Ты же моя подруга. Случится, будешь меня выручать. Подруга, да. Но не супергерой. Тебе нужен союзник еще какой-нибудь. Покрепче. Ты на кого-то намекаешь? Ну, хотя бы на парня на этого. Как его там? Игорь, да? Подходил ко мне, расспрашивал про тебя. Серьезно? Угу. Ну, на супергероя он не тянет. Не знаю. По-моему, он ничего. Может, ты зря его прогнала? Ну, возможно, я и переборщила. Но что-то я в последнее время, знаешь, на нервах. Ну, и что? Помиришься с ним? Ну, я с ним и не ссорилась. Я подумаю. Ну, я с ним и не ссорилась. Ну, я ссорилась. Ну, я ссорилась. Официант, можно вас на минутку? Да, да. Скажите, а вот девушка, блондинка, она вот все время за тем столиком сидит. Она сегодня не приходила? Не видел. Что-нибудь еще? Нет, давайте счет. Хорошо, минутка. Субтитры делал DimaTorzok О, привет. Привет. Я думал, ты уже не придешь. Ты меня в кафе, да, ждал? Да. Ну, я же знаю, во сколько ты приходишь, а сегодня тебя нет и нет, и я уж подумал, что это из-за меня. Нет, не из-за тебя. Я знаю, что у тебя какие-то проблемы, и я хотел бы тебе помочь. За тобой кто-то следит? Слушай, там все очень сложно, и я пока еще не очень знаю, можно ли тебе доверять. Можно. Хорошо. В любом случае, лучше тебе сейчас здесь не находиться. Когда увидимся? Давай я тебе сама позвоню тогда. Да, хорошо. Дашь телефончик? Да, у меня есть визитка. Вот. Игорь, как и говорил. Действительно, Игорь. Плотненько. Хорошо, Иоанн. Все, пока. Пока. Жду звонка. Да, хорошо. Не помешаю? Зачем здесь? Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Буду тебя прикрывать по мере возможности. Спасибо. А я только что с Игорем разговаривала. Опять накричала и прогнала? У-у-у. Даже телефончик стрельнуло. Он мне визитку, правда, дал. Там… Игорь. Действительно, Игорь. Ух ты! Неужели ответное чувство? Да… Да нет, до него далеко еще. Нет, он, конечно, симпатичный, но не в такой же степени. Ну, Маш, у тебя от любви до ненавистики. Да какой… какой любви, Жан? Официант, а можно мне тоже кофе? Да, конечно. Ну да, Соня. Сегодня? Да, могу. Сегодня? Да, могу. Жан, привет. Да, да, чуть-чуть как-то неспокойно мне. Мысли всякие дурацкие в голову лезут. А ты где? А, в полицию вызвали. Ну, хорошо. Да, ничего страшного. Наверное. Я… 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 Давай, на связи. Иди. Пока. Катя Иваночек. Ну, я в непонятках. Ты меня любишь или нет? Катя Иваночек. Ну, я в непонятках. Ты меня любишь или нет? Да. Привет. Не отвлекаю? Котик. Привет. Да, то есть, нет. Я очень рад тебя слышать. Алло, ты же там открылся? Я не поняла. Ты не один, что ли? А, я… Вообще-то, я тут. Алло, котик. Сейчас, секунду. Подожди. Подожди. Подожди минутку. А, вышел на кухню. Могу говорить. Так ты не дома, да? Не один. Отвлекаясь все-таки, да? А, это Соня. Моя постоянная клиентка. У нее вечно комп ломается. Вот. И сегодня позвонила. Попросила помочь. Это правда? Ну, да. А ты скоро освободишься? Скоро. А ты что, хотела увидеться? Я… Могу за тобой зайти. А… Давай встретимся возле моего дома. Ну, точнее, дома, где я сейчас живу. В общем, ты знаешь. Хорошо? Договорились. Скоро буду. Ну, хорошо. Соня. Ну, просто я… Ну, чего? Я все сделал. Компьютер работает. Круть. Сколько я тебе должна, как обычно? Нет. Денег не нужно. Ты можешь мне выручить и подкинуть в одно место, а то у меня мотоцикл в ремонте. Фигня вопрос? Поехали. Класс. Спасибо. 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Кажется, успел. Тебе спасибо. Классный ты парень. Жаль, что у меня Жорик есть. А я бы на тебя запала. Жорику привет. Маш, а я уж приехал. Да, я вижу. Это и есть твоя клиентка там? Да. Хорошенькая. Да. Подвезла меня, иначе бы я дольше ехал. Поцеловала даже. Ну да. А, нет, ты неправильно все поняла. Да нет, не оправдывайся. У нее есть жених Жора. Да хорошо, жених Жора. Я просто пойду тогда. Я, я, ладно, удачи вам там, с женихом. Маша! Да, 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 всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ой, Игорь, ты? Здрасте, тетя Дима. Ух ты, а куда ты собрался? По делам. Ой, при параде, в пиджаке, с цветами, это что ж за дела такие, а? Да, по работе. Ага, не заливай. Небось, на свидание идешь. Ну, признавайся. Ну, вроде как. Вроде. Ладно, тетя Дима, я пойду. Девушку себе нашел. Ах, молодость, молодость. Где ее черти носят? Может, она не выйдет сегодня? Выйдет. Всегда в одно и то же время выходит. Зря мы, что ли, за ней столько стеклей? Слышь, Крюк, что-то мне стремновато. Может, на завтра перенесем, а? Ага, на завтра. А шефу что скажем? Ну, что, она не вышла? Не в квартиру шломиться? Да не дрейфь ты, все будет тип-топ. Народа многовато. Подумаешь, одни старушенцы. Да никто не будет мешать, главное все быстро сделать. Она. Пошли. Руки убрал. Черт. Руки убрал. Ты его не убил хоть? Все нормально. Зараза. Ой! 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 Ой, боже мой! Озваться! Что это такое? Что? Что это такое? Ой! Что с ним? Никак порешили? Дети двое. Вы видели их? Они уехали. Это точно чужие, я всех здесь наперечет знаю. Два дня они здесь шатаются. Я как чувствовала, что они кого-то высматривают. Тихо, тихо, тихо. Ты как? Жив, слава богу. Ты, ты как? Я так боялась, что помер. Знаешь, как его шандарахнули? Ты цела? Ты цела? Да я-то цела, а ты-то как? Нормально. Только голова почему-то болит. Голова болит? Ой, слава богу. Где? Тихо, тихо. Где кровь? Ой, кровь! Господи, я вызываю скорую. Не надо, не надо. Все нормально. Не все нормально. Сиди спокойно, ляг лучше. Нет, ляг, лежи. Я вызываю скорую. Ой, стихо, стихо, тихо. Скорую давай скорей. Как звонить-то, господи? Алло, алло, это скорая? Тут человека избили. Да. Слышь ты, козлина, ты что, не мог этого ботана сразу ушатать? Да он ударил меня больно. Сейчас тебя еще босс ударит, и мне из-за тебя еще достанется. А что ты из-за меня? А из-за кого? Кто бабу отпустил? А ты ее что, не мог в машину сам затащить? Слушай, закрой свой хлебальник, она меня укусила. Еще ты, надо линять, надо линять. Я бы остался и довел дело до конца. Босс сказал, все сделай тихо и быстро. Я же не знал, что этот хмырь перепрется и такой кипиш поднимет. И девка видел, как быстро в подъезд ушмыгнула. Вот ты дебиляр, а? Умный такой, да? Вот сейчас будешь боссу все объяснять, а я посмотрю. Короче. Да не короче тут нет. Слушай, Машунь. На меня напали. Что? Да я же тебе говорю, на меня напали. Я не знаю, хотели похитить, убить, искалечить. Ты где? Я в первой больнице сейчас. Господи, они тебя покалечили? Нет, не меня, Игоря. Он меня защитил. Ну надо же. Что с ним? Я пока не знаю. Я как раз сейчас вот жду доктора. Мы в травматологии. Я вот хочу с ним... Подожди, я тебе перезвоню. Простите, пожалуйста, а как Игорь? Плотников? Ну, точно сказать не могу. Нужно еще сделать МРТ, УЗИ. Ну, Костя вроде все целы, но похоже на сотрясение мозга. А сейчас к нему можно? Вы кто ему? Жена? Нет, я просто знакома. Ну, я буквально на минуточку. Это... Пожалуйста, это очень важно. Нессе, на минуточку. Только не волновать. Хорошо. Идемте. Спасибо большое. Спасибо. Привет. Ну, как это? Лежите, лежите. Вам нельзя подниматься. Лежите. Лежи, лежи. Игорь, прости меня, пожалуйста, за вчерашнее. Спасибо тебе. Я не знаю, что бы со мной сейчас было бы, если бы не ты. Пустяки. Ну, какие пустяки? Посмотри, что с тобой сделали. Главное, что ты цела. Ты знаешь, я ведь даже в тот момент не боялся. Как увидел, что они тебя схватили, и я понял сразу, надо действовать, и что нельзя ждать, и я люблю тебя. Что ты сказал? Я сказал, что я тебя люблю. Я думаю, на сегодня достаточно. Ему нужен покой. Да, я, наверное, лучше завтра. Да, лучше завтра. Я завтра обязательно тебя навещу. Ты пока выздоравливай. Хорошо. Да. Давай. Пока. И спасибо тебе. Что сказали врачи? Сказали, что его изрядно побили, но жить будет. Подозрение на сотрясение мозга. Вот скоты. Я все время думаю, кто же это мог быть. Я тоже все время об этом думаю. Вы заявили в полицию? Да, уже приезжали двое, поговорили со мной и с Игорем. Ты запомнила какие-то приметы этих амбалов? Жанна, не до этого было. А номер машины? Не до этого было. Так, ты рассказала им про Сергеева? Кому? Полицейским? Да. Нет, конечно, ты чего? О Сергеевой знаешь только ты. Я даже Игорю не сказала. Это же важно. Иначе это все выглядит, как будто двое случайных хулиганов напали на девушку. Может, оно так и было? Это не случайность. Это все связано. Ты, Сергеев, эти бандиты, квартира. Не знаю, я не уверена. И тем более рассказать полицейским про Сергеева, это нарушит договор. Ну вот, пришли ваши снимки. Все плохо, доктор? Да нет, наоборот. Все хорошо. Можно сказать, что вы легко отделались. Серьезно? Вы бы видели, каких нам пациентов после драк привозят. Но это же живого места нет. А вам грех жаловаться. Значит, я могу идти домой? Какой вы быстрый. Сотрясением не разгуливают. Давайте вы у нас побудете несколько деньков. Там долечитесь, дообследуетесь, а потом уже… Так у меня же ничего не болит. Ну, это не показатель. Значит так, отдыхайте, лечитесь. Назначение вам сделано. Все. До завтра. Слушайте, мы еще долго будем в прятки играть? В каком смысле? А в смысле того, что на меня вчера напали. Прямо во дворе напали. Кто напал? Откуда я знаю? Какие-то двое парней. Они что-нибудь говорили? Нет, они ничего не говорили. Они просто схватили меня и попытались куда-то увезти. Но я вырвалась. Или вы мне сейчас же объясняете, что за балаган, в котором я участвую. Или я собираю вещи и съезжаю с вашей квартиры. Ну, погоди, погоди. Не пари горячку. Не надо никуда съезжать. Ну, так я жду объяснений. Я сейчас не могу объяснить. Я приеду, все расскажу. Но, можешь поверить, тебе ничего не угрожает. Я устала. Сколько можно жить на нервах? Подожди. Подожди совсем немного. А чтобы у тебя был стимул, я тебе зарплату увеличу. Сегодня же получишь на карту вдвое больше. Спасибо, конечно, но жизнь ни за какие деньги не купишь. Алло. Кто-то пришел. Ты кого-нибудь ждешь? Нет, я никого не жду. Тогда не открывай. Тебя нету дома. Но они же знают, что я уже здесь. Они же видели. Не открывай. Тебя нету дома. Жанна, быстро! Слава богу, ты дома. Я думала, опять что-то случилось. Телефон занят, дверь не открываешь. Кто звонил? Сергеев звонил. Говорит, чтобы я оставалась на месте. Выполняла его указания. Предлагают мне деньги. Маша, одумайся. Так слушай, всего пару дней осталось потерпеть. Зато ты выберешься из Кабалань. Продержусь. Так, ладно. Но я буду приходить каждый день. И без меня даже носа не смею высовывать на улицу. Кстати, я когда эти камеры искала, нашла ключи запасные от квартиры. Возьми их, и тогда тебе не надо будет каждый раз звонить, когда приходишь. А я сейчас к Игорю в больницу. Я с тобой. Хорошо. Ты на Игоря уже не злишься? Ты что? Он мне жизнь спас. Вдруг это все подстроено? Ким? Ну, он наблюдал за тобой по приказу Сергеева или кого-нибудь еще. А ты его рассекретила. И тогда они устроили все это шоу с похищением, чтобы втереться к тебе в доверие. Жан, у него серьезная травма головы. Я с врачом разговаривала. Какой идиот согласится участвовать в таком шоу? Да? Что-то ты быстро к нему отношения поменяла. Не влюбилась ли на самом деле? Жан, прекрати. Ну, а что? Он парень, ничего себе так. Но мой тебе совет, будь с ним поосторожнее. Нет, я уже решила. Я все ему расскажу, как есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну, вот я тебе все и рассказала. Теперь ты все знаешь. Маша, почему ты сразу не рассказала? Ну, я же не знала тебя еще. Я вообще думала, что ты за мной шпионишь. Я хотел тебя защитить. Ну, сейчас это вряд ли получится. Долго тебе еще в больнице лежать? Несколько дней, но могу выписаться хоть сегодня. Это мое право. Нет уж, пожалуйста, оставайся здесь и выздоравливай. Хорошо. Но ты сегодня же съедешь с этой квартиры и перестанешь общаться с этим Сергеевым, или как его там? Не знаю. Я не могу такое пообещать. У нас же договоры и деньги там. Не волнуйся, я за ней присмотрю. А ты выздоравливай побыстрее. Ладно. Маша, спасибо тебе. За что? За фрукты? За фрукты. За то, что ты рядом. Просто за то, что ты есть. Да как он тебе? Похож на бандита? Да нет. Выглядел как нормальный влюбленный. Глаз тебя не сводил. Волновался как-то по-настоящему. Ну, вот и я думаю. Ему можно доверять. Ну, тогда прислушайся к его совету. Просто так взять все, бросить и уйти в подполье? Ну, как минимум, вернуться к нормальной жизни. Не знаю. Я чувствую, что вы оба права. Как же рассчитаться с долгами? Сейчас, подожди. Что там? СМС-ка от банка. Вау. Перевод от Сергеева. Ого. Ничего себе подарочек. Это не подарочек. Это плата за риск. Еще один такой перевод, и ты рассчитаешься с Дюминовым. И если тебя не упокошат раньше? Типун тебе на язык. Надо продержаться. Без меня никуда не выходи. Слышишь? Да я сегодня уже никуда не собираюсь. Завтра созвонимся, и я за тобой заеду. Ты прям как моя мама. Чего смеешься? За тобой сейчас глаз до глаз нужен. Если вдруг будет ломиться, никому не открывай. Если что, звони сразу мне или полицию. Хорошо. Спасибо за заботу. Давай. До завтра. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На данный момент абоната не может принять ваш Дюминовый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Доброе. Как себя чувствуем? Хорошо. А по настроению не скажешь? Не обращайте внимания, это личное. Спасибо. Понимаю. Поправляйтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На данный момент абонент не может принять ваш Дюминовый. Надеюсь, если на исполнение, а вы даже... Маш, ты здесь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маша? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да как вы не понимаете? Не могу я вас отпустить. Вам еще полежать надо. Доктор, все в порядке. Голова не болит. Повязку сняли. Все равно не могу. Слишком мало времени прошло. И гоматома у вас такая, что могут быть осложнения. Хорошо, давайте я на час-полтора уйду и сразу вернусь. Куда это вам так приспищило? Девушка пропала. А, это та, которая вас навещает? Да, сегодня не пришла и телефон выключен. Ну, знаете, это не повод. Девушка не иголка, найдется. Нет, вы не понимаете. Если телефон выключен, значит, что-то случилось. Ну, почему вы так думаете? Потому что... Что? Потому что... Так, все, не выдумывайте. Никуда я вас не отпускаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Здрасте. Здесь обычно женщина такая сидит, полноватая, в шляпке. Не знаете, где она? Кирилловна? Ну, наверное. Так ее в больницу вчера увезли. А что с ней? Сердце прихватило. На днях. Придурки какие-то возле подъезда. Девочки приставали. Кирилловна видела. Вечером у нее давление поднялось. Вот сегодня утром пришлось скорую вызывать. А вы не знаете девушку из 118-й квартиры? Машей зовут. Это моя подруга. Просто она пропала куда-то? Дома нет, на телефон не отвечает. Вы не видели ее сегодня? Не припомню. А вот вчера вечером сидел я на этой скамейке и видел, как двое парней из подъезда девушку выводили. Как это выводили? Под руки. Ее шатало во все стороны. Голова на бок. Скинулась. Наверное, перебрала. А куда они ее вели? Вон туда. Там какая-то машина вроде как стояла. Но я не видел зрение плохое. Они ее посадили в машину и увезли? Ну да. Вели так осторожненько, тихо. Родственники, наверное. А кто бы так с пьяницей стал бы возиться? Эта девушка? Маша? Не запомнил. Может, может она, а может и нет. Спасибо. Жанна, где Маша? Телефон не отвечает. Сегодня не... Исчезла. Как исчезла? Дома ее нет, а соседи говорят, что вчера вечером ее увезли. Кто? Куда увез? Какие-то двое. Я не знаю, может это те, которые напали на нее тогда? Так, все, нужно звонить в полицию. Не надо, не звони. Я сама поговорю со следователем, который ведет дело кражи из моей фирмы. Он толковый, я ему все расскажу. Хорошо, тогда я к врачу. Пусть у меня сейчас живот выписывает. Подожди, а ты не торопишься? Все-таки сотрясение это серьезная штука. А ты мне предлагаешь что, здесь лежать, когда Маша пропала? Хорошо, через час встречаемся возле больницы. Маша пропала? Hey. Hey. Эй, кто-нибудь… Эй! Эй! И с тех пор от нее нет никаких известий! Я уже с ног сбилась, не знаю, где ее искать! Да, история, конечно, интересная. Ну, надо что-то делать. Они же ее убьют. Да кто они? Мы даже не знаем, о ком идет речь. Ну, вот надо узнать. Время-то идет. Времени как раз прошло немного. Пропал не ребенок, а взрослый человек. И мне кажется, вы рано паникуете. Не рано. Если ее похитили, то счет идет на секунды. Достоверных сведений о похищении нет. Какой-то старик что-то видел. Это не улика. Все остальное вы знаете со слов вашей подруги. Кстати, а у нее нет склонности к фантазированию? Да вы что? Кто таким шутит? И потом ее же хотели насильно увезти в полицию. Должны быть сведения об этом! Это дело веду не я. Подробностей не знаю. Понятно. То есть вы ничего делать не будете? Пишите заявление. Посмотрим, что можно сделать. Еще один увидишь. Молодец! Эй! 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 Выписывайте меня прямо сейчас. Что значит выписываете прямо сейчас? Вы в своем уме? В своем уме. У меня пропала девушка. Я не могу вот здесь просто так лежать и ничего не делать. Вы можете, в конце концов, объяснить, в чем дело? Не могу, потому что сам еще ничего не знаю. Вот вы не знаете? А куда торветесь? Где вы собираетесь искать эту вашу потеряшку? Не знаю. Вот именно. Послушайте, ни к чему хорошему ваше это геройство не приведет. Вы и девушку свою не найдете, и здоровье свое окончательно подорвете. Это мои проблемы. Выписывайте. Да мы вас недолечили. А если, не дай бог, на улице вы потеряете сознание и под машину грохнетесь. Что тогда? Кто будет виноват? Так, хорошо. Давайте я вам сейчас напишу добровольный отказ от лечения. Тогда к вам никаких вопросов не будет. Да я не о себе беспокоюсь. Поймите вы, я о вас беспокоюсь. Выписывайте, я все решил. Хорошо. Пишите добровольный отказ. Только не жалуйте, что я вас не предупреждал. Ну, наконец-то, как ты? Да нормально. А я уже думала, тебя полотенцами к кровати привязали, чтоб не сбежал. Да не говори, пришлось немного повоевать. Никакую не хотели отпускать. Скажи, ты в полиции была? Со следователем говорила? Разговаривала, да. Мне обещали выяснить, кто прописан в квартире, куда Сергеев или как его там поселил Машу. А, и все? Все. Других зацепок пока нет. А электронный адрес? Она писала ему с телефона, который пропал вместе с ней. Пусть полиция занимается квартирой, а мы начнем собственное расследование. Интересно, как? Есть у меня одна идея, но для этого нужно заехать ко мне на работу. В сотовую компанию? Ну, ты откуда знаешь? Проходи. Здрасьте. Здрасьте. Привет. Привет. Вот. Спасибо. А, Жан, а ты можешь мне здесь подождать? А ты куда? Есть один способ проверить, где находится телефон, даже если он выключен. Хочу провернуть этот фокус. Угу. Да, хорошо. Я подожду. Ну, присядь здесь. Спасибо. А! 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 Окрой, не敬! Эй! Стоим вон, выпустите меня! Чё надо, чё ты орёшь, дура? Что происходит, вы кто такие? Я… Почему-то голова болит. Вы меня накачали чем-то, да? Это чтоб ты не свалила, как в прошлый раз. А где, где мы сейчас? Не твое дело. Подождите. Что? Простите, я не понимаю, чего от меня надо. У меня нет ничего, ни денег, ни жилья. Слушай, а ты, хора нам тут рассказывать, мы про тебя все знаем. Подождите, если знаете, то зачем вы меня сюда притащили? Папаша своего благодари, ага. Подождите, нет, нет, это какая-то ошибка. У меня папа умер, он очень давно умер. Слушай, хора нам по руку гнать. Пару недель назад живее всех живых было, а тут друг помер, да? Да он умер. Слушай, ты, твой ботяня, нашему боссу бабла задолжал, так что сиди тут. Много задолжал? Больше, чем ты весишь. Мне надо поговорить с вашим боссом. Скоро поговоришь. Подожди, 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 я его объясню, я ему объясню, это ошибка. За свой рот, все равно никто не услышит. Ну что, выяснил? Это координаты, где находится телефон Маши. Я в этом ничего не понимаю, попроще, можешь объяснить? А, ну попроще, это поселок Сосновый Бор. Это где? Ну, километров семьдесят от города. Далековато. Да, если только Маша там, где ее телефоны. А что, может быть не там? Ну, те, кто ее похитил, тоже не дураки, могли телефон специально подкинуть в другое место. Ну, чтоб полицию по ложному следу пустить. Надо звонить следователю. Нет, надо сначала сами проверить. И нужно заехать ко мне домой. Зачем? У меня есть приборчик такой хитрый, ну, там, типа беленгатора. А когда до Соснового Бор доберемся, на коротком расстоянии я смогу точно определить, где находится телефон Маши. А потом? А потом посмотрим. Полицию вызвать не всегда успеем. Пойдем. Пойдем. Сюда. Спай, рядом. Рядом. Да мне по барабану, что он тебе сказал. Мы же договаривались, что комплектующие придут полным пакетом. Так что давай, давай, бери его за глотку и тряси. Понял? Янчик, Янчик, пару секунд, я сейчас закончу. Присаживайся. Так. И пускай не затягивает волынку, а то я его растяну, лопнет. Послушай, не досуг мне порожняк гонять. Так что давай, действуй и поскорее. Чтобы вечером доложил мне результат. Все. Все, родная, я закончил. А откуда это у тебя? Это? А, из ювелирки принесли. Откуда? Ну, помнишь, я тебе рассказывал, меня хотели на деньги кинуть. Да. Ну, вот, почти все уже отдали, осталось немножко. Так что, думаю, скоро закрою вопрос. Почему ты мне его не показывал? Не знаю, забыл. Что, нравится? Замечательный портрет. Закажем рамку и я повешу его у нас в гостиной. Угу. Да, слушай, мне тоже кажется, неплохо нарисовано, да? Знаешь, давай прости маму остаток долго. Янче, послушай, ну ты же знаешь, это не в моих принципах. Лёш. Лёша, ты же у меня такой добрый. Януся. Проходи. Так. Держи. Хорошо бы еще пистолет, вдруг там целая банда. А, сейчас. Пистолета нет, зато есть нож. Ну, так себе оружие. Я переоденусь и едем. Угу. Демин, черти бы его взяли. Слушаю. Жанна Романовна, все сроки уже вышли. Да делайте, что хотите, мне уже все равно. Да подождите, подождите. Да не дергайтесь вы так, расслабьтесь. В общем так. Слушайте меня внимательно. Я прощаю вам, должок. Чего? Ну, я ж говорю, вы мне больше ничего не должны. Спасибо. Меня не надо благодарить. Мою жену, Яночку. Знаете, она у меня любит заниматься благотворительностью. Всего хорошего, до свидания. А, да, до свидания. Все, я готов. Ага, да. Давай. Едем? Да, пошли. А, секунду. Держи. Ага. Нет, нет, нет. Это на улице наденем. А, ну да. Обожаю тебя. Ладно, пошли. Пошли, Рада. Да, Володя. Что? Вот это сюрприз. Да, сразу ко мне. Черных в кабинет. Пошли. Куда? Много вопросов. Пошли. Я сама дойду. Сюда, в дом. Сюда. Да. Проходи. Идите. Угу. Садись. Может, кофе? Коньячку успокаивает нервы. Просто объясните мне, пожалуйста, почему меня сюда притащили. Видишь ли, твой папаша задолжал мне очень большую сумму денег. А я так их фортили не терплю. Ну, мои пацаны выяснили, где живет его единственная драгоценная дочь. Ну, через кого на него можно повлиять? Только через тебя. Папаша, это Михаил Сергеев, правильно? Ксюша. Ну, тебе что, мои дураки по дороге вообще всю память отшибли? Папу твоего зовут Витя. А фамилия его Орловский. Просто я не Ксюша. Я Маша. И я не знаю никакого Орловского. Это какая-то ошибка. Интересно. А вот это что? Ну, вот этого человека я знаю, но он не мой отец. И это… вот это… вот это не я. А кто? Ну, вот-вот посмотрите. Это у нее даже скулы другие. Нос и… и губы по-другому. Нем… немножко. Ну, немножко подрихтовалась. Современная пластика творит чудеса. Хорошо, вы мне не верите. Можно, пожалуйста, я расскажу вам все с самого начала? Хм… Чувство, граждане, вам есть о чем поговорить. Запишите, свою жену он грабил сам. Я ничего об этом не знала, пока он мне не рассказал об этом на следующий день. Да не иврит, ты же мне сама эту идею подкинула, сказала аж не с пустыми же руками в бега подаваться, да? Да я ни сном, ни духом. Ты сам сказал, что эта фирма принадлежит тебе. И ты можешь взять денег сколько угодно. Так ты меня потом ограбила, какую-то еще дрянь подлила. Я умереть мог. Это был абсолютно безопасный препарат. А насчет денег? Так ты же сказал, что это все для меня. Или ты передумал? Да какая же ты тварь, а? А ты? Ты бы все равно меня бросил. Точно так же, как и свою Жанку. Да пошло ты! Прекратить! Сядьте, черных. Благан устроили. Это она начала. Ты деньги мои куда дел, а? Они не твои. Они твои тоже. Вопрос, кстати, правильный. Деньги потерпевшей надо вернуть. А мне это зачтется? Если отдадить в добровольном порядке, зачтется. Я отдам. Все. Ага, до копейки. Я немного потратила, но я все возмещу. Что ж. И где ваши сокровища? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Он мог ее увезти и спрятать. Да все, что угодно. Он вместо нее поставил меня. Специально. Складно излагаешь. Так, так, так вот. Вот. Он поселил меня в квартиру, в которой, видимо, она жила. И одежду мне дал, в которой, видимо, она ходила. Я даже в кафе ходила обедать там, где она обычно, видимо, тоже обедала. Ты хочешь сказать, что мои пацаны облажались? Они не очень хорошо ее знали, правильно? По фото. Вот. И получается, что Орловский, видимо, вот этот вот, он на это и рассчитывал, что вы не догадаетесь о подмене. А он за это время, он выиграет время и уедет, увезет ее, спрячет. Они могут, могут даже вдвоем уже за это время куда-то скрыться. Вы мне верите? А знаешь что? Ты ему позвони. Такая тишина. И людей не видно. Ну да. Глухое место. Да я же говорю, что у меня нет его телефона. Он мне всегда звонил со скрытого номера. Я даже сама ему никогда не могла перезвонить. У меня есть только его электронная почта. Ну так напиши. Главное, чтобы он отозвался. Давай, давай. Машин телефон включился. Звони, звони, звони. Звони, звони. Звони, звони. Звони, звони. Звони, меня похитили. Я дохожусь где-то за открытым. Звони. Грюк! Телефон отключен. Да, я вижу. Зато мы знаем, что она где-то здесь. Есть что рассказать следователю. Ты сможешь вычислить дом, где ее держат? Секунду, секунду. Да, шеф. Уберите ее отсюда. Шевелись. Это ошибка какая-то, пойми. Да пошла. Тарас. Да. Вводи. Пройдемте. Прошу. Да, Жанна Романовна. Как раз собирался вам звонить. К нам доставили гражданку Щербакову. Кого? Любовницу вашего мужа. Ее задержали. И у нас есть хорошие новости относительно похищенных у вас ценностей. Да, да, да. Это все очень хорошо. Только сейчас самое главное спасти Машу. Ее держат в поселке… А, Сосновый Бор. Сосновый Бор. Сосновый Бор. Откуда это известно? Да. Давала тебе добрый совет не спорить с боссом. Не послушала. Вот теперь видишь, что он с тобой сделает. Ничего он со мной не сделает. Меня сейчас найдут и ваша шайка посадят. Слышь, у нас не шайка. У нас честный бизнес. Крюк, а может мое того, а? Приказа не было, но еще не вечер. Какого приказа? Это вот фазер твой, вот… Да что ты с ней базалишь? Пойдем, пусть посидит, подумает. Похоже, это здесь. Пойдем, только тихо. Что делать будем? Валить надо отсюда. Теперь все знают, что она не погулять вышла. А по мобильному нас очень быстро вычислят. Есть у меня одно местечко. Туда и рванем. Да, это здесь. Вот эта машина, на которую Машу пытались поедить. Там две машины. Сколько же людей ее держат? Не знаю. Что тебе следователь сказал? Сказал, пришлют полицейских, но пока они приедут. Это очень долго. Ты что, ты что собираешься делать? Я попытаюсь их отвлечь, но если меня поймают, не высовывайся. Жди помощи, поняла? Поняла. Рюкзак тебе. Да. Рюкзак тебе. Рюкзак тебе. Субтитры делал DimaTorzok С собой! Идиоты! Пошли! Куда? Выходи, говорю! Не-не-не-не, я не пойду с вами никуда! Не пойду! Не пойду! Пошли! Тащи меня, давай! На выход! Нет, пожалуйста! Да пошла! Да умолнись! Закрой рот! Давай, шевелись! Шевелись! Тащи меня, ну! Нет, нет! Быстро нашла машину! Закурил! Садись! Закрой рот и села машину! Тварь! 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 Черт! Ну, всё! Что происходит, а? Твою ж мать! Шеф, у нас два колеса и у вас. Черт, что делать будем? Не знаю. Что случилось? Да колеса проб... Папу держи! Стой! Помоги мне! Куда? А ну стой! Идиоты! Ты что, козел? Закрылась в рот! Я умрала, пожалуйста! Быстро в дом! Сюда! Стоп, давай! Трогайте его! Пошли! Шевелись! Сюда! 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 Это что такое? Прибор, по которому я вас вычислил. А, умелец. Тебя Орловский послал? Я не знаю никакого Орловского. А как здесь оказался? С неба упал? Моя де... Девушка пропала. Вот я и приехал ее искать. А, герой-любовник, значит, да? Отстаньте вы от него. Вы же видите, что он здесь ни при чем. Но это же очевидно, что у вас не получится вернуть ваши деньги через нас. Вот почему-то я тебе не верю. Да это правда. Если это правда, тем хуже для вас. Почему? А вы что думаете? Вот я просто так вас возьму и отпущу? А что вы собираетесь с нами делать? Пока не знаю. Стойте! 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 Девушка, вы чего? Это я, Жанна! Это я вызывала полицию! Знаете где я? Конечно, знаю! Давайте садитесь, покажете дорогу. Ну, скорее! Давай, 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 давай! Четыре колеса продырявил. Ура! Да! Так и что теперь делать? Я-то откуда знаю. В этой дыре даже людей нет. Не то, что шиномонтажа или автосервиса нормального. Так это что, пешком топать? Вообще не вариант. Еще и эти двое. Как думаешь, что шеф с ними сделает? Не знаю. Но разозлился он конкретно. Слышишь, Крюк, я на мокруху не подписывался. И вообще меня достало это все. Если менты сейчас заявятся, нас первыми повяжут. Ты прав. Босс-то отмажется, у него связи и у него бабки. Да. А мы-то что, по-любому крайними будем? Я в тюрягу не хочу, Крюк. Надо что-то решать. Да что решать? Валить надо. Куда валить? Ты же знаешь, босс нас потом по-любому найдет и завалит. А если менты нас возьмут? У нас по-любому вело. Лежать! Лежать! Всё, всё, всё! Руки так, чтоб я видел. Так, а тебя что не касается, что ли? Быстрее! Руки, вы так, чтоб я видел. Все, все, все. Не дергаться. Да лежу я, лежу. Че стоим? Заходим, парни, заходим. Пошел, пошел. Руки, вы так, чтоб я видел. Тихо, тихо, тихо. Добрый день, вашу хату. И вам не хворать. Тут чисто. А что это у вас тут? Человек с завязанными руками. Ну, это просто, я не знаю, дружеские розыгрыши. Ага, юморист нашелся. Нас удерживают здесь силой. Развяжи ему руки. Можно ваши документы? Ну, конечно, конечно. Моя фамилия Щукин, я бизнесмен. Разберемся, гражданин Щукин. Вам нужно найти гражданина Орловского. Обязательно, спасибо. Есть еще кто-то в доме? Да нет никого. Гражданин Щукин, вам придется пройти с нами. Надень на него наручники. Почему наручники? Мы во всем разберемся в отделении. Уводи его. Давай, пошел на выход. Беспредел. Ну, а вы свободны. Спасибо. Голову опустили. Давайте в машину. Жанна. Маша. Я уже и не думала, что увижу тебя живой. Грузим уже, грузим. Спасибо вам, ребята. Я правда так рада. Оказывается, на свете есть настоящие друзья. Да нет, это ты настоящий друг. Ты же из-за меня ввязалась во всю эту авантюру. Ну, господи, теперь-то все хорошо. Грузья, давайте не будем о грустном. Жанна Романовна, могу вас поздравить. Похищены у вас деньги и ценности изъяты. Скоро будут переданы вам. Правда, там кое-чего не хватает. Щербакова потратила, но мы с ней ее взыщем. А что с Щукиным? Задержан. Против него возбуждено уголовное дело. И, кстати, мы нашли Орловского. Того, который нанял вашу подругу. Значит, не сбежал. Дочь он успел отправить за границу. Сам собирался туда же, но мы его задержали прямо в аэропорту. С ним будет отдельный разговор. Спасибо. Не за что. Желаю удачи. Ну что, все кончилось? Украденные деньги нам вернут. То есть ты снова при деньгах? Не я, а мы. Ты же не уйдешь из фирмы? Ну, если ты ее не закроешь. А зачем? Денег у нас достаточно. Мы наймем нового и хорошего ювелира, вложимся в рекламу. Я уверена, что клиенты снова к нам потянутся. Жаль только то, что алмазная корона так и осталась проектом. Я видел твои эскизы. Это произведение искусства. Ну, поскольку. Деньги к нам вернулись. Я, как руководитель, принимаю решение короне быть. Ты что, хочешь сделать ее за счет фирмы? Не только сделать. Но и подарить ее тому, кому хочу. А вот я точно уверен в том, кто заслуживает такого королевского подарка. А, раз все так хорошо закончилось… А, раз все так хорошо закончилось… Игорь, я, наверное, тогда пойду. Ну, все. Я пошел. Игорь. Игорь. Да? Не уходи. Не ухожу. Я не хочу, чтоб ты уходил. Ты серьезно? Мне не нужна никакая корона. Мне нужен… Я libro, чтобы всех заверш spill вместе. Я вам сказал вам — этоожиданиеاء. Моему тихой дороги. Игорь. Моему тихуторAH. Но он, приду, как ееaks ониurable, я хочу надеваться и Czyla. Я робостамарный тихо. Г freaking просто разлыбался мелочи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok